31 декабря это тот день, когда все думают о продуктах, подарках, праздничном столе и никто не думает о завтра. А зря, потому что завтра страдать будут все, даже те, кто не пил. Ну а если ты не мазохист и не любишь страдать после пьянки, досмотри этот обзор до конца, будешь знать, как спасти себя и своих друзей. Условно борьбу с бодуном мы разделили на три категории. Разогрев, Гасилова и Расплата. Погнали! Первыми в нашем новогоднем хит-параде с хэштегом Разогрев идут абсорбенты по типу активированного угля, белосорба и прочего. Многие начинают их пить с утра с бодуняки, но на самом деле их лучше употреблять перед походом на пати. Если закинуться углем перед тусовочкой, он увеличит алкогольную выносливость и слегка облегчит утро. Но если ты жрешь, конечно, как скотина, то уголь тебе не поможет. Вторыми с хэштегом Гасилова идут секретные тусовочные практики, которые передавались от гусара к гусару на протяжении столетий. Итак, как правильно кутить? Первое правило клуба. Не мешать спирты. В основном в производстве бухла используют три вида спиртов. Это пшеничный для пива, водки и вискарей, винный для коньяков, бренди и, соответственно, вина, ну и, конечно же, кукурузный для бурбонов. Так вот, их мешать нельзя. Выпил водочки и решил полирнуть коньячком. Добро пожаловать в ад! Второе правило клуба. Не пить сладкий алкоголь. Чем слаще употребляемый напиток, тем жестче похмельное мучение. Инфа сотка. Поэтому ликеры, крепленные вина, колы, фанты, спрайты оставляем в сторону. Они пригодятся утром. Третье правило клуба. Чередовать алкогольные и безалкогольные напитки. Я лично не раз пробовал эту методу. Если после каждого бокала вискаря выпивать один стакан воды, то, во-первых, вечер становится дольше, а во-вторых, утро становится в разы легче. Заканчивать Гасилова нужно тоже правильно. Перед сном нужно выпить цитрамон и запить его водой. Ну, не стаканчиком, а хотя бы литром. А лучше двумя. Стошнит? Ничего страшного, просто выпей еще цитрамон. Ну, или сделай банку. Но про водичку не забывай. Кстати, понижение градуса это миф. Поэтому помни, если ты запиваешь водку пивом, тебя сильнее нагребает из-за пузырьков, а не из-за градуса. Кстати, схожего эффекта можно достигнуть, запивая коньяк, например, шампанским. Ну, да. А теперь начинается то, о чем все стараются не думать. Твою голову невозможно оторвать от подушки, глаза хрустят при каждом движении, во рту сахара, в которую сходили миллионы котов, а сам ты выглядишь как китайский пчеловод. Это расплата. Но, если ты выполнил хотя бы часть наших рекомендаций, то ты уже молодец и тебе могло бы быть намного хуже. В первую очередь, встань и выпей стаканчик воды, даже если он сильно просится обратно. Главной твоей задачей в период расплаты является смыть со стенок желудка остатки вчерашнего праздника и дать организму все необходимые питательные вещества. Только тут надо сразу определиться, ты сегодня ситх или джедай, потому что джедаи не похмеляются. Они едят горячий жирный суп, пьют кисломолочку, и я даже знаю таких зожников, которые с утра после пьянки ходят на пробежку. На темной же стороне силы нас всегда ждут ликеры, кока-кола, которые остались вчера, ну и, конечно же, макдональдс. А вот пиво и слабоалкоголка, несмотря на свою популярность, вообще не помогает. Они убирают симптомы, но только на один час, а дальше надо, так сказать, повторять упражнения. Ну и, по сути, они не столько выводят из бодуна, сколько оттягивают его наступление. Ну а для тех, кто умеет балансировать между темной и светлой сторонами силы, я рекомендую булгакарский подход. Это 50 грамм водочки и горячая жирная пища. Но помни, что неосторожный похмел ведет к длительному запою. Мы подумали, а страдать, как всегда, вам. Если у вас есть свои какие-то методы по борьбе с бодунами, делитесь ими в комментариях, я думаю, что всем будет познавательно. И помните, что хорошая вечеринка это не залог плохого самочувствия. Здесь у нас телефоны до 200 долларов, здесь у нас телефоны до 400 долларов, а здесь можно подписаться на наш канал. До новых встреч и с Новым годом!